Бегемоты, трюкачи. В Тьмени заканчиваются гастроли новогоднего шоу «Гиппопотамус». Увидеть животных тяжеловесов на манеже можно будет только в грядущие выходные. А вместе с ними дрессированных обезьян, ворон и других умных животных. На праздники побывала и наша коллега. Иначе как праздником новогоднее представление «Гиппопотамус» не назовешь на манеже калибристы, гимнасты, жонглеры и дрессировщики с экзотическими животными. Но не только трюки увлекают зрителей шоу. Сценарий сказочных детей и педагогов очень доступно, очень понятно, красиво. Текст четко прозвучивается, тематика. Особенно радует и маленьких, и взрослых зрителей животные. Главные герои новогодней сказки – артисты-тяжеловесы. Три бегемота, несмотря на солидные размеры, крутят пируэты и выстраиваются в пирамиду. Такое мастерство встречается довольно редко, ведь эти гиганты считаются одними из самых трудных в дрессуре животных. Конечно, дети были в восторге, когда вышли гиппопотамы. Это прямо крик «Мама, смотри, смотри!» Ну, то есть много положительных рост ребятишек получили. И я всем советовала сходить сюда обязательно. Табор цыган, корабль с пиратами, племя папуасов, обезьяны, акробаты. В шоу «Гиппопотамус» каждый найдет зрелище по душе. Поэтому поход в цирк может быть хорошим способом встретить Старый Новый Год всей семьей. Мне понравилась ворона и бегемоты, когда они крутились. Родителям воздушные гимнасты очень понравились. Профессионализм видно, что здорово подготовились, все понравилось, много смешного. Заключительное представление шоу «Гиппопотамус» можно посмотреть 14 января в 12 и 16 часов, а 15 в 2 дня. Мария Рянина, Алексей Безделов, Тюменское время.